ВОИНСКАЯ СЛАВЫ В 1942 году русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 18 апреля день воинской славы России, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, так называемое ледовое побоище. В начале 40-х годов XIII века, воспользовавшись ослаблением Руси, которое произошло в результате опустошительного нашествия монголо-татар, немецкие крестоносцы, шведские и датские феодалы решили захватить ее северо-восточные земли. Совместными усилиями они рассчитывали покорить новгородские земли. Шведы при поддержке дастских рыцарей попытались овладеть устьем Невы, но в Невской битве 1240 года были разгромлены новгородским войском. В конце августа, начале сентября 1240 года в Псковскую землю вторглись крестоносцы Ливонского ордена, образованного немецкими рыцарями. После кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом Изборском. Затем они осадили Псков и при содействии изменников бояр вскоре заняли и его. После чего крестоносцы вторглись в новгородскую землю, захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Из Новгорода было отправлено посольство к великому Владимирскому князю Ярославу, чтобы тот отпустил сына Александра, князя Александра Невского, к ним в помощь. Александр Ярославович с 1236 года правил в Новгороде, но из-за козней новгородской знати покинул Новгород и ушел на окняжение в Переославль-Залезский. В 1241 году князь Александр Невский, вернувшись в Новгород, собрал войско из новгородцев, Ладожан, Ижоры и Карелов, скрытно совершил быстрый переход к Копорью. Штурмом овладел этой сильной крепостью. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата, князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241-1242 годов предприняло поход в Псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также Изборском. После этого поражения ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили к Псковскому и Чудскому озеру. Основу войска Ливонского ордена составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота, отряды порабощенных немцами народов, которая по численности многократно превосходила рыцарей. Выяснив направление движения главных сил противника, Александр Невский туда же отправил свое войско. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера, у Вороньего камня и урочища Узмень. Здесь с 5 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как ледовое побоище. На рассвете крестоносцы по льду озера приблизились к позиции русских. Войско Ливонского ордена по установившейся военной традиции наступало железным клином, который в русских летописях фигурирует под названием Свиньи. На острие находилась основная группировка рыцарей, в центре располагалась пехота. Клин имел своей задачей раздробление и прорыв центральной части войск противника, а следовавшие за клином колонны должны были охватом разгромить фланги противника. В кольчугах и шлемах с длинными мечами они казались неуязвимыми. Александр Невский противопоставил тактике рыцарей новое построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в центре, как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из легкой конницы, лучников и прачников. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом. Избранная позиция была выгодна тем, что немцы, наступавшие по открытому льду, были лишены возможности определить расположение, численность и состав русского войска. Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. В фланге русского боевого порядка зажали клин в клещи. В это время дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завершила окружение противника. Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды. И, потеряв свободу маневра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы сталкивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно. Но их сопротивление постепенно ослабевало. Оно приняло неорганизованный характер. Битва распалась на отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лед не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала разбитого противника свыше 7 километров до противоположного берега Чубского озера. Войско Ливонского ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери. До 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии, область Восточной Латвии. Победа русского войска на льду Чубского озера имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар. Продвижение крестоносцев на восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. День воинской славы России 18 апреля. В этот день в 1242 году на льду Чубского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище две трети своего войска. И паде чуде без числа, а немец пятьсот, говорит летопись.